В основе iPadOS лежит та же самая iOS, что установлена и на iPhone, но из-за своих размеров некоторые интерфейсные решения в iPadOS можно реализовать по-другому, нежели чем это сделано в iPhone, либо добавить сюда совершенно другие функции, которые тот же сам iPhone себе просто не может позволить. И вот если раньше iPad это была просто копия iPhone, но только большая, то сейчас iPadOS — это даже намного более крутое устройство, нежели тот же самый iPhone. И в этом видео я покажу практически все фишки и особенности iPadOS, которых нет на классической iOS на iPhone. И если вы рассматриваете iPad к покупке, но до сих пор сомневаетесь, зачем он вам нужен, чем он отличается от iPhone, как он поможет работе и в чем вообще прикол iPad, то вот это видео для вас. Давайте начинать. Сейчас у меня на столе лежит iPad 10.5 дюймов, это тот самый iPad, где был впервые реализован экран 120 Гц, к сожалению, на камеру я это вам передать не могу. И установлено у нас iPadOS версии 13.3.1, если что, то нумерация iPadOS и iOS совпадают, как видите, они абсолютно одинаковые. Тем не менее переходим к фишкам iPadOS, что собственно и делает его особенным от iPhone. И первое, с чего нужно начать, это, конечно же, рабочий стол. И в отличие от iPhone, который может иметь только вертикальную ориентацию экрана iPad, также может иметь и горизонтальную ориентацию переворачиваемого. И теперь у нас все вот так красивенько выглядит. И на iPadOS существует два варианта компоновки рабочего стола. Первый – это где у нас много приложений, а слева располагаются виджеты, но также есть и классический вид, где располагаются немного приложений на главном рабочем экране, а виджеты вызываются с махом слева направо. Друзья, как я уже говорил, в основе iPadOS лежит iOS, которая установлена на iPhone, и если вы пользуетесь iPhone, то вы и так плюс-минус знаете всю функциональную систему и сможете быстро с ней разобраться. Тем не менее, очень много людей с Android-смартфонами также хотят себе купить iPad, и если вы до этого никогда не пользовались iOS, то для вас будет достаточно проблематично с ней разобраться, по крайней мере, в первое время. И поэтому у меня для вас есть видео, как работает iOS. Это полный обзор iOS с самых ее основ, и если вы себе хотите купить iPad, но у вас Android, сначала посмотрите вот это видео, поймете, как вообще работает iOS, а потом уже смотрите это видео про iPadOS и его фишки. Переходим к доку, доком называется нижняя часть рабочего стола, где располагаются закрепленные приложения. Если даже мы будем перелистываться между рабочими столами, тем не менее, они будут оставаться здесь, и мы можем их переносить из основного рабочего стола прямо в док. Нажимаем палец, вот так вот делаем, и переносим приложение в док. На данный момент времени в iPadOS в основной части дока может располагаться до 13 приложений, а справа располагаются три последних запущенных приложения. И самый прикол дока в iPadOS заключается в том, что мы можем его вызывать из любого приложения, достаточно сделать небольшой свайп снизу вверх, мы вызываем док и, например, хотим перейти в App Store, снова вызываем и переходим обратно в настройки, и теперь возвращаемся на основной рабочий стол свайпом, как это реализовано в iPhone. И плавненько переходим к жестам. В iPadOS добавили практически все жесты, которые есть и на iPhone, даже если у вас есть физическая клавиша. Например, заходим в какое-то приложение, и хотим с него выйти, достаточно свайпы вот так вот снизу вверх, и переходим на основной рабочий стол. Если мы хотим перейти в шторку управления, то просто свайпим либо с середины, либо с левой части экрана вниз, попадаем в центр уведомлений, а если мы хотим перейти в пункт управления, то нужно свайпить уже с правого верхнего угла и таким вот образом мы переходим в данную область. Но в дополнение к этому на iPadOS также есть и другие свайпы. Допустим, заходим в какое-нибудь приложение и хотим перейти в приложение, которое мы использовали до этого. Берем 4-5 пальцев и свайпаем в данную область, переходим в предыдущий приложение, хотим вернуться обратно, свайпаем таким вот образом и возвращаемся в настройки. Чтобы вызвать многозадачность можно быстро нажать два раза по физической клавише, переходим в многозадачность, она выглядит таким вот образом, но допустим, у нас нет физической клавиши, как, например, на последних версиях iPad. Для этого, как и на iPhone, нужно свайпнуть снизу вверх и задержать палец. Но перед этим вызываем док, свайпаем снизу вверх, задерживаем палец и переходим во многозадачность. Но есть еще и третий способ вызвать многозадачность. Для этого берем 4-5 пальцев, делаем щипок вовнутрь и снова вызываем многозадачность. А чтобы вернуться на главный рабочий стол, можно нажать один раз на физическую клавишу, свайпнуть снизу вверх, либо же просто сделать щипок вовнутрь и мы возвращаемся на главный рабочий стол. Переходим к многозадачности и это самый крутой раздел, который есть в iPadOS, смотрите, здесь реально очень много функций. Допустим, я пишу какую-нибудь статью и мне нужно разделить экран на две части, для этого мне нужен браузер, а также заметки. Перед этим я открываю заметки, они у меня сохраняются в правой части доков, в последних открытых. Открываю, допустим, браузер Safari, делаю свайп небольшой снизу вверх, задерживаю палец на иконке заметок и теперь я могу перенести в правую часть экрана и теперь у меня экран разделяется на две части. И теперь я могу одновременно работать сразу и в браузере, и в заметках и допустим писать какую-нибудь статью и это очень удобно, не нужно переходить между приложениями. Я хочу, чтобы браузер у меня занимал большую часть экрана, для этого зажимаю палец посерединке и просто перетаскиваю его сюда, все, теперь у меня браузер выглядит больше, либо же я просто перетягиваю и теперь у меня заметки будут выглядеть больше. И если мне надоело работать в горизонтальной ориентации, то я могу перевернуть iPad и он у меня также останется в разделении экрана, но уже в вертикальной ориентации. И теперь мне нужно перейти в настройки, но я не хочу разделять данные приложения, для этого абсолютно ничего не нужно делать, просто вызываем многозадачность, переходим настройки и, как видите, эти два приложения у нас до сих пор остались в паре, я возвращаюсь к ним и могу дальше работать. И допустим, мне больше не нужен браузер, я уже собрал всю необходимую мне информацию, чтобы его закрыть просто зажимаем палец и уводим его до конца и у нас остаются одни заметки. В iPadOS можно сделать разделение не только двух разных приложений, но также и одного и того же приложения, снова вызываем док, зажимаем палец на заметках, переводим палец и теперь у меня заметки как два разных приложения, но я могу здесь сделать абсолютно что хочу. Предположим, что со своего Google Диска я скинул 100 фотографий в приложении файлы, чтобы мне не искать по одному ни их не выбирать, я могу сразу разделить экран на две части, в одной части у меня будут приложения заметки, а в другой файлы, предположим, много фотографий, я листаю нужные мне, нахожу, ага, я хочу вот эту фотографию использовать в своей заметке. Для этого я зажимаю на ней палец и просто переношу ее в приложение заметки и вот оно переносится и это у нас работает передача файлов между разными приложениями. Переходим к следующей функции многозадачности, которая называется SlideOver. Допустим, я сижу в каком-то браузере, работаю и мне нужно вызвать другое приложение, но я не хочу делить экран на две части, для этого снова вызываем док, зажимаем палец на приложение и просто оставляем его в какой-то части и у нас получается приложение, словно это маленький iPhone на большом iPad. И это маленькое приложение я могу использовать не только в правой части экрана, но также и налево, для этого зажимаю палец и переношу его справа налево, либо же слева направо. Хочу скрыть это приложение, но не закрывать полностью, для этого просто делаю свайп слева направо, оно у меня скрывается, если я хочу его снова вызвать, то делаю свайп справа налево и оно у меня возвращается, это очень удобно. Зажимаем палец и теперь у меня, допустим, здесь есть фотки, давайте вызовем, например, заметки. Как видите, интерфейс полностью повторяет подобные на iPhone. И сейчас вы подумали, куда же делись предыдущие приложения? Они абсолютно никуда не девались, как видите, у нас есть такая же виртуальная линия, как и на iPhone и, соответственно, мы можем делать навигацию, как на iPhone. То есть, можем перелистывать приложения, делав небольшой свайп слева направо, либо справа налево, так вот перемещаемся между приложениями, либо же можно вызвать полноценную многоздачность, но внутри только этих приложений. Делаем свайп снизу вверх, задержим палец и вот у нас эти приложения. Их здесь может быть сколько угодно. Например, я хочу иметь несколько окон приложения файлы. Для этого я захожу в файлы и, например, мне нужно второе окно, но там будет абсолютно другой интерфейс. Для этого вызываем док, снова нажимаем на файлы и у нас справа сверху есть такая вот кнопочка плюсик. Нажимаем на нее и у нас добавляются вторые файлы, но для этого мы сейчас вызовем многоздачность. И видите, у нас приложения файлы делятся на два. То есть, у нас два полноценных приложения файлы. И таких дупликатов одного и того же приложения может быть сколько угодно. Для этого, опять же, вызываем док, сжимаем приложение, нажимаем плюсик, опять снова вызываем док, нажимаем плюсик, вызываем док, нажимаем плюсик и все эти приложения у нас работают как абсолютно независимые приложения, как видите, они все располагаются отдельно, во многозадачности, можем закрыть одно и у нас при этом останутся все другие. Если вы пользуетесь iPhone, то знаете, для того, чтобы свернуть клавиатуру, если вы ее вызвали, нужно делать либо прокрутку интерфейса, тогда она пропадет, либо же куда-то нажимать на экран, тогда она также, возможно, пропадет, но не всегда. На iPad для этого есть отдельная кнопка, боже, это настолько удобно, просто нажимаем на нее и клавиатура сворачивается просто гениально. Следующее, как вы могли заметить, у нас есть не просто клавиатура, есть всякие дополнительные клавиши, например, циферки либо другие всевозможные знаки на клавиатуре, которые мы можем вызвать быстро, не переходя в специальный для этого раздел. Для того, чтобы вызывать цифры и всевозможные дополнительные знаки, нужно просто делать свайп сверху вниз, вот так вот образом мы делаем свайп сверху вниз и вызываем цифры либо вот знак И, номер, рубль, скобочка справа, скобочка слева, слэш, равно, снова единичка, собака, очень удобно и реально быстро. И как вы уже заметили, клавиатура на iPad занимает достаточно много места, практически половину всего экрана и ее можно разделить либо же свернуть. Для этого зажимаем палец на этой иконке, где мы можем свернуть клавиатуру, я хочу ее разделить и она у меня разделяется на две маленькие части, я могу держать iPad и вот так вот печатать, причем это не нужно делать каждый раз, если вы постоянно печатаете подобным образом, просто сворачиваете клавиатуру, снова ее вызываете и она сохраняет свое предыдущее положение. Чтобы переключиться в классическую клавиатуру, снова зажимаем палец и делаем закрепить и объединить и возвращаемся в классический вид. Но допустим, вас не устраивает подобная разделенная клавиатура на две части, вам это неудобно, вы просто хотите маленькую клавиатуру, для этого снова ее вызываем, зажимаем палец, переводим в раздел «плавающая» и она превращается в ту же самую маленькую клавиатуру, что и сделано на айфоне. Причем ее расположить можно абсолютно где угодно, то есть в левом верхнем углу, либо снизу посередине, где угодно. Для того, чтобы ее убрать, нужно зажать палец, перевести вниз и она превращается в классическую клавиатуру. Если вы хотите быстро перемещать курсор, но не тыкать пальцы, можно зажать палец на пробелле, он у нас превращается в трекпад и можно перемещать курсор где угодно. Это реализовано также, как и на iOS, в айфоне здесь ничего нового. Мы хотим вырезать данный раздел текста, вот так мы его выделяем, нажимаем «вырезать» и, чтобы не зажимать палец, не вставлять, это не всегда удобно, сделаем развод от середины, вот так тремя пальцами и мы вставляем текст. То же самое работает и для скопировать и для вырезать, но для этого уже нужно свести палец не из середины наружу, а изнаружи внутрь, мы делаем свайп-хоп, скопировали, если делаем еще раз, то вырежем, делаем так вот свайп из середины наружу, вставляем, очень удобно. И допустим, мы совершили ошибку, например, удалили слишком большой кусок текста, который мы не хотели удалять. Мы его выделяем, о боже, как же его вернуть, очень все просто. Берем три пальца, проводим справа налево и отменяем действие. Ну, например, вы поняли, что да, мы его не зря удалили и хотим вернуть это действие. Берем три пальца и проводим уже справа налево и повторяем это действие. Но если вы не любитель всех этих свайпов, вам неудобно опять же, просто делаем небольшой клик тремя пальцами по экрану, у нас появляется такое контекстное меню, где мы можем сделать шаг назад, вырезать, скопировать, вставить, либо же просто отменить, опять же нажимаем назад и можем, кстати, вот так вот быстренько нажимать назад, сколько мы их делали, либо же возвращать очень удобно. Например, давайте перейдем к Google Chrome. Если вы занимаетесь видео, как я, то вы должны знать, что на iPhone либо на Android нельзя воспользоваться полноценной студией YouTube. Здесь мобильная версия, но она крайне кастрированная. Выполняем здесь различные действия, прямо как на компьютере, если не брать в пример YouTube, например, возьмем сайт Canva, который не работает полноценно на мобильных устройствах типа iPhone либо любого Android-смартфона. И то же самое касается всех других сайтов, которые вы используете по работе. Единственное, что, например, если брать тот же Google Chrome, не поддерживаются расширения, и лично я это очень жду, чтобы наконец давали полноценную поддержку расширений прямо на Google Chrome либо на Safari уже на iPad. Также хотелось бы выделить приложения и файлы на iPadOS. Если на iPhone у нас доступно только два вида просмотра, это у нас иконки, а также список, то на iPadOS также доступен вид столбцы, где мы можем видеть превью файлы и всевозможные свойства с ним связаны, а также быстро переключаться между папками, допустим, мы здесь переключаемся до скольки угодно, и вот так можем быстро между ними перемещаться. Опять же, в работе это очень удобно, если у вас достаточно много файлов. И если вы не знали, то в родное приложение файлы на iPadOS либо на iOS можно добавить не только iCloud Drive, но, например, и Dropbox либо Google диски прямо с этого приложения здесь проводить навигацию, либо же можно добавить собственный сервер и подключаться к нему в локальной сети. Опять же, это очень удобно, если вы много работаете с файлами. Следующее, что касается iPadOS, а также немножко хардвера с ним связанного — это Apple Pencil. С помощью Apple Pencil можно не просто проводить навигацию системным, но также и полноценно работать в приложениях, созданных специально для Apple Pencil. Причем iPad понимает, когда мы работаем с Apple Pencil, если я, допустим, положу руку на это полотно, то, видите, у нас ничего не рисуется. Я, опять же, могу вести пальцем, тем не менее, так мы можем не просто держать руку над iPad, а полноценно использовать карандаш для рисования либо каких-то других пометок. Многие, наверное, могли слышать про такую замечательную функцию, как Sidecar — то есть мы можем расширить экран с MacBook прямо на iPad. К сожалению, нельзя вызвать MacBook прямо с iPad, это нужно делать на компьютере. Сейчас у нас появится MacBook прямо на нашем iPad, и вот, видите, мы можем полноценно взаимодействовать с iPad. Вот я сейчас, допустим, записываю звук, вызываю сценарий и могу полноценно управлять компьютером, находясь в локальной сети. Если, например, вам надоел MacBook по какой-то причине, то можете взять iPad, перенести на него экран MacBook и вот так вот полноценно работать с помощью Apple Pencil. Опять же, от рук здесь, к сожалению, ничего не работает, потому что есть мелкие элементы, но, опять же, Apple хочет, чтобы вы покупали Apple Pencil. Можно не только использовать iPad как замен на MacBook, но также использовать iPad как дополнительный монитор для Mac. Т.е. у вас на Mac будет отдельный монитор, а на iPad будет свой второй монитор. И причем, если у вас включена функция SatCar, вы не ограничитесь только macOS, а можете спокойно вернуться в iPadOS, вызывая многозадачность и вот у нас появляется SideCar, т.е. macOS как отдельная программка в iPad, мы сейчас возвращаемся к ней. Давайте уже отключимся полноценно и перейдем к последнему разделу. И последнее, о чем бы я хотел поговорить в iPadOS, это, конечно же, приложения, которые созданы специально для iPadOS и их не существует на iPhone, по определенным причинам, либо же они есть, но с очень ограниченным функционалом. Например, если вы работаете с графикой, то определенно рекомендую Affinity Photo, это реально полноценная замена Photoshop. Но, кстати, при чем Photoshop у нас есть на iPad. Недавно Adobe сделали Photoshop, но сделали его очень плохо, как видите, оценка 1.9, поэтому, опять же, рекомендую Affinity Photo. Если вы занимаетесь видеопроизводством, то, наверное, должны были слышать про видеоредактор LumaFusion, это полноценная монтажная программа на iPad. Для других видов деятельности есть свои специальные приложения, где-то около профессиональные, а где-то достаточно полностью профессиональные. Опять же, и Affinity Photo для графических дизайнеров, LumaFusion для видеоредакторов, Autodesk и Sketchbook для рисования. Например, если вы иллюстратор, у того же Affinity Photo, Affinity дизайнера, здесь можно делать все, что угодно. Если вы архитектор, то я недавно читал статью, где чувак реально делает полноценные свои проекты, прямо на iPad. Рекомендую почитать, ссылочку на эту статью оставлю в описании, но, опять же, рекомендую почитать, поискать в интернете, если вы ищете какое-то специальное приложение для iPad в интернете, либо поспрашиваете у знакомых перед покупкой iPad. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца, надеюсь, оно реально было для вас полезным. Если что, то задавайте вопросы в комментариях, постараюсь обязательно на все ответить. А также можете подписываться на Telegram канал, там все новые ролики выходят в самую первую очередь, ну и какие-то инсайды от меня, либо другие мысли, иногда там пишу. Все, друзья, увидимся в следующем видео, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok